Пётр, спасибо большое за слово. Меня хорошо слышно? Слышно, видно, прекрасно. Меня зовут Яхалима Ибрагимова. Я родом из республики Давистан, живу в городе Махачкала. Это столица нашей республики. По профессии я педагог, учитель начальных классов. С детьми младшего возраста работаю уже более 10 лет. И скажу, я мама троих детей, мне 32 года. Я сегодня хочу поделиться с вами, каким человеком я была до проекта Суперджам. Человеком, как сказать, вроде бы педагог и вроде бы должна быть такая уверенная, сильная личность. Как мы знаем, многие наши педагоги, они такие. Но я была немножко, как сказать, неуверенная, что ли, со страхами. У меня был такой блок взрослым людям. Я не могла принять то, что ко мне на урок могли прийти администрация школы, коллеги, родители. Я отдельно с родителями очень хорошо строила отношения и до сих пор получаю от них благодарности. Но родительские собрания, где количество людей больше одного, двух, трех и еще для меня оказалось. И на педагогических советах тоже так же. Я садилась где-то в край, чтобы мне лишнего слова не дали. Ну, пряталась за кем-то рядышком, с кем-то, кто мало говорит. Так обычно бывает. И когда ко мне на урок приходили, что хочу подчеркнуть, я человек, который отдельно с детьми могла от души поработать, все до каждого ученика донести. Вот отдельно, если ко мне на урок приходил директор, завуч или еще кто-то, то я давала из 100%, где-то 50% знаний детям. Все потому, что я зажималась, закрывалась, я на них злилась, думала, зачем пришли ко мне. Это мой урок оказался. Но я не принимала чужую оценку, чужой взгляд на меня. Мне было очень тяжело с этим бороться. И в связи с этим, как я сейчас понимаю, для меня было сложно достигать каких-то своих целей, добиваться результатов. Я вообще не думала, что я хочу, не позволяла себе, точнее глубоко в душе, я хотела бы тогда стать великим учителем со званием в городе, хотя бы в Махачкале. А сейчас я хочу быть учителем со званием по всему миру. Это уже ко мне пришло, когда я села на урок, на наш первый марафон еще тоже. Когда меня пригласили на марафон, я говорила, стоп, нет, это не мое, я уже столько курсов прошла. Я прошла Тони Робинса, Брайан Трейси проходила. Я проходила много курсов тоже, которые повлияли на мой рост, где-то повысили мне самооценку, но такой практики, как в нашем марафоне, как в Суперджамп, я не получала нигде. Это все потому, что, как я понимаю, что в каждом уроке с нами работает человек, который такой же, как мы, который прошел этот путь, почувствовал эти упражнения, почувствовал на себе результат и просто хочет тебе протянуть руку помощи. И ты, конечно же, принимаешь. На втором уроке вот этот мой страх, зажим внутри меня, он просто, я почувствовала, как он рассыпался. Я сама себе задалась вопросом. Мне урок вела Светлана Троян, за что я ей очень благодарна, за то, что она донесла до меня вот это так красиво, легко. Вот этот страх общения со взрослыми людьми, он вот в тот миг, он рассыпался. Вот его в тот миг не стало. И тогда задалась вопросом. Вот Халима, почему же ты не позволяешь себе работать со взрослыми людьми? А до Суперджамп я хотела еще стать, я хотела работать очень на себя, и поэтому я искала работу, хотела стать, отучиться тренером детского ораторского искусства. А вот когда я начала проходить уроки, слушая тренеров, ко мне снова же вопрос такой подсознательный. А почему бы мне не вести, почему бы мне не работать со взрослыми? Вот ведь у меня получается, вот я это могу и хочу где-то в глубине души, но вот мои зажимы, страх, я не знаю, откуда они взялись на самом деле. Были какие-то жизненные ситуации, в которые я попадала, и неделями, две недели где-то я жила, переживала депрессии, закрывалась дома. Никого не хотела видеть, ни с кем не хотела разговаривать. Суперджамп изменил мою жизнь на до и после. Раньше я не понимала, что такое жизнь до и после, а сейчас я могу сказать, что после я стала самой уверенной, самой такой той, которая себя полюбила, приняла, начала себя познавать каждый день. Я уже с июля, 22 июля вступила в проект, и с этого дня я очень много над собой работаю, но это получается так легко, и с каждым днем узнаю новую себя, я себе нравлюсь. У меня в таком темпе получается все намного легче. Я финансово выросла, я в своих глазах выросла, я выросла в глазах своих детей. Вокруг меня родственники, друзья, коллеги начали говорить, что я изменилась, что ты совершенно другая, что случилось, что ты делаешь. И, конечно, кто у меня больше интересовался и кому было интересно, я всем рассказала, всех пригласила, со всеми поделилась. Этим просто невозможно не делиться. И вот, по-моему, 5 минут уже заканчивается. Я хочу... Я не все рассказала вам сегодня, что изменилось и что я получила. Очень многое получила, это все очень бесценно. Я хочу перейти к благодарности. Я благодарна Владимиру Викторовичу Толканю за этот проект. Я благодарна всем, кто причастен к этому, к созданию такого великолепного проекта. Я хочу поблагодарить всю педагогическую цепочку, начиная с... Кого я часто слышу, слушаю его школы. Это Егор. Я забыла фамилию. Белозер, рассказываем коллегу Белозера. Да, да, Белозер. Вера Макаренко, Олег и Надежда Раздобудкина, Светлана Троян, Евгения, Наталья. Это те люди, которые приехали, которые просто приехали, дотронулись еще больше. Они были недавно у нас в Дагестане. Я до них доказывала, дотронулась. Вы просто не представляете, какое чувство это быть знакомой, быть в окружении таких величайших людей. Я благодарна каждому из них, что они как-то вот после общения даже с ними, после вот практик уже в реальности, в онлайн был крутой результат. Когда соприкоснулась еще лучше, конечно же. Я жду вас снова в гости. Я хочу поблагодарить свою у нас, своего главного тренера Сарьят. Девушку Хадиржат, величайшую, которая пригласила, которая озвучила мне, рассказала про марафон. Сарьят — это человек, который довел до моего ума вначале, что это важно, что здесь будет нужно, что мне это поможет. Вот. Я благодарна каждому. Немного волнуюсь, простите. И на этом передаю слово Петру Силкину, ведущему нашей встречи сегодня. Благодарна, Петр, вам за слово. Принимайте. Лена, слово принимаю. Наши аплодисменты звучат. Продолжение следует...